Помните видео канадского блогера-фристайлера Зака Белла, где он со щелчка сбивает яблоко с головы своего товарища? Смертельный номер, не правда ли? А вы уверены, что это не монтаж? Чуть позже мы с вами во всем разберемся. Это новая рубрика на канале Хокки Фрэнзи. А что, так можно? И с вами ее ведущий Ярослав Кузьмичев. Сегодня мы разберем с вами трюк Зака Белла с точки зрения физики, геометрии и теории вероятности. Ну и, конечно же, я повторю этот трюк сам и покажу вам, как его сделать. Какова вероятность того, что даже такой крутой игрок с точнейшим броском, как Никита Кучеров, сможет попасть в яблоко на голове человека на расстоянии 5-6 метров? Наверное, вы никогда о таком не задумывались. А я вам расскажу. Это всего лишь одна точка из всей площади ворот, равная 0,1900 квадратных метров. Это площадь ребра шайбы, летящей параллельно льду. Площадь ворот составляет 2,2326 квадратных метров. А это значит, что шанс попадания в точку, равную площади шайбы, равен... Сейчас посчитаю. Подождите. Площадь шайбы 0,1900 квадратных метров разделить на площадь ворот 2,2326 квадратных метров. Так и получается... Шанс попадания в определенную точку равен 0,0085%. Вы понимаете, что это меньше 0,1%, мать вашу, процента? Это очень мало. Ну а я взял и попал прямо в яблочко. Хорошо, ребята, у нас сегодня немного подчеркнулся. Оооо, я знал, что он не будет ударить. Видео Зака видно, что это монтаж. Невооруженным глазом видно, что у человека шевелится голова, а яблоко остается неподвижным. К сожалению, Зак сплоховал, ну а я постараюсь повторить этот трюк и снять его еще лучше. Для этого нам потребуется штатив, на котором у нас будет, собственно говоря, зафиксирована камера. Доброволец, на котором у нас будет яблоко. В реализации этой идеи мне любезно согласился помочь мой товарищ. И, кстати, между прочим, это самый популярный тренер из ТикТока. Константин Евгеньевич. Можно просто Евгеньевич. Также, вот он, секретный ингредиент успеха этого видео. Стойка, на которой будет стоять у нас яблоко. Сейчас покажу, как. Вуаля, фокус. И, собственно говоря, нам для реализации этой идеи еще потребуется пакет с яблоками. Так как яблоко должно быть новое, если вдруг оно упадет, испортится, мы берем новое яблоко. Якобы я попал в первой попытке. Ну что ж, приступим. Напомню, что вероятность попадания равна примерно 0,1%. Осознаешь вообще масштаб этого видеоролика? Грандиозный. Грандиозный. Все, засекаем времечко и считаем количество попыток, сколько мне потребуется для попадания в яблоко на Евгеньевич. Сейчас я попаду прямо в яблочко. Друзья, ну я стараюсь. Я стараюсь. И, кстати, ни в коем случае нельзя телефон трогать, когда я попаду. Он должен тоже быть на том же месте. Это надо же по тебе было настраивать. Как это тяжело, ребят, снимать эту жесть. Я, может, не лучший шлем надеюсь? Я что-то, честно говоря, очкую, блин. Сейчас я попаду прямо в яблоко. Надо проверить. Может, я попал вообще не в то место, ёптай. Я заехал в кадр сильно. Я еще и закрыл, смотрите, все, камерой. Даже попадание закрыл. Ломал штатив. Он, смотри, яблоко еще вредил. Да не, все, это не то. Он был выше, ты че? Да, конечно. Друзья, к сожалению, мы не успели снять должным образом это видео. И у нас сегодня закончилось время для съемки на этом льду. Я был очень сильно расстроен, потому что мы действительно очень прилично заморочились с этой идеей. Друзья, короче, мы вернулись на эту площадку спустя неделю, потому что в прошлый раз у нас не получилось. Точнее, мы не успели, у нас получилось попасть, но мы плохо сняли. С восьмой попытки я попал в яблоко. Вот, сегодня мы снова здесь. У меня даже за неделю отросли льсы, вот, можете увидеть. Погнали, ставим яблоко снова. На этот раз мы решили использовать конусы, потому что в прошлый раз штатив мы разбили. Вот, теперь у нас такой конус. Такой конус. Все, моя задача, как можно быстрее в него попасть. Надеюсь, сегодня мы справимся. Сейчас я попаду прямо в яблочко. Все, переснимай. Девятая попытка. Петля упала, поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что здесь дальше будут еще интереснее эксперименты проводиться. Кстати, вот один из спойлеров к следующему выпуску. Моя кровавая перчатка. О, сошла вообще. 15 попыток я уже убил. Зоехал фильм. Сейчас я попаду прямо в яблочко. Вы видели, с первой попытки новое яблоко попал идеально. Это трюк самостоятельно. Снимаете сначала кадр постановочный, как будто человек там сидит с яблоком. Потом на стойке или на конусах ставите яблоко, тоже попадаете. И на монтаже с помощью маски накладываете друг на друга кадры. У вас получается вот такое вот видео. Сейчас я попаду прямо в яблочко. Хорошо. Кисленько. Ну что, друзья, для снятия этого видеоролика, для попадания по этому яблоку, точнее по нескольким яблокам, нам потребовалось 1 час 23 минуты и 36 попыток. Поэтому надеюсь, что вы по достоинству оцените мои старания, мои усердия. И пишите в комментариях, как вам новый формат видео под названием «А что, так можно?», ведь дальше будет еще интереснее. С вами был Ярослав Кузьмичев. До скорого. Отдельную благодарность хотел бы сказать этому шикарному комплексу «Молодежка» за то, что предоставили нам лед, шикарный лед. Два здесь льда, есть зал для единоборств, зал для баскетбола, зал для сквоша, ресторанчик. В общем, здесь все удобства, все шикарно, поэтому залетайте к ребятам, тренируйтесь, занимайтесь спортом. Ссылки в описании.